Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сейчас рассмотрим взаимодействие русского и татарского языков и проследим особенности заимствования слов. Интересно заметить, что многие татарские слова, перевод которых известен практически всем, часто употребляют в разговорной речи представители разных национальностей. В татарском языке есть ласковые слова, с которыми можно обратиться к любимым, близким людям. Матурэм переводится красивый, красивая. Точнее, мой красивый, моя красивая. В русском тоже в разных вариантах используется как обращение. Ну что, красивая, поехали кататься? Или моя красавица. Кадырлем переводится как мой дорогой или моя дорогая. Как в русском языке дорогой, так и в татарском кадырлем – это общеупотребительные слова. Дорогие гости, дорогие друзья. Кадырле кунаклар, кадырле дуслар. Родному человеку можно сказать кадырлем минем – моя дорогая. Каяшем переводится как солнце мое. В русском языке чаще звучит «моё ты солнышко», а по-татарски это будет каешкаем минем. Жанем означает «душа моя». В русском обращение «душенька, душечка». Сейчас воспринимается как устаревшее. А в татарском ничуть оно не устарело. Алтанем переводится «мой золотой, золотко, золотце». Это простое доброе обращение. «Жимэшем» по-татарски это означает «фрукт, плод». Аналог татарскому – русское обращение «ягодка моя». Говорите друг другу слова признательности и неважно на каком языке. В татарском языке есть слова, которые говорят о культуре народа. «Азатлэк» переводится на русский язык как «свобода». Семантический – это понятие сходно с двумя другими – «хэрияд» и «иреклег». Оба означают «свободу». Но «хэрияд» подразумевает в первую очередь политические права, а «иреклег» – это «свобода выбора». «Сабрлэк» – это терпение. В татарской культуре терпеть – это не просто превозмогать боль. Татарское «сабрлэк» произносится в сочетании с выносливостью и достоинством. Поэтому терпение должно быть тихим, скромным. И при этом оно связано с благодарностью. «Гэйлем» переводится как «знание». На протяжении столетий у татар был культ знаний. Укладывая детей спать, матери пели им колыбельные с надеждой, что ребенок станет ученым. «Гэйлем булыб житэрбу» и будет служить народу. Чтобы стать человеком, «кэше булу» нужно получать знания «гэйлем туплау» в учебных заведениях. Но опыт, полученный от старших родственников, тоже является частью «гэйлем». Тугантель – это родной язык. Под родным языком, конечно же, подразумевается татарский, как основа целостности нации. В стихах Гэбдулы Тукая родной язык, язык матери, анателе, прочно увязан с теплом семейных уз, а также ответственностью за сохранение традиций. Интересно, что изначально выражение «тугантель» употребляли скорее в разговорах и текстах о религиозных обязанностях и в молитвах. Чем больше языков знает человек, тем интереснее ему познавать мир, уклад жизни народов и жить. Всегда хорошо знать на пять.